Ну вот, пишет Дмитрий, когда латышская часть общества Латвии через своих политических... А, нет-нет-нет, подожди, латышский язык, когда латышские политики осознают, что госязык это не язык, а только список требований по общению государства с гражданином. Это вопрос о принятии как раз. Что вот люди, да, они понимают, что надо, что без этого они там не найдут работу, не смогут написать какое-то заявление, но не любят. Что делать? Сила любви не станешь. Не станешь, тогда что? Эфир программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Главная тема – интеграция гражданства русский язык в Латвии. Этот выпуск посвящен ответам на вопросы слушателей. Именно вопрос слушателя и зачитывает ведущая Ольга Князева, а потом обращается к своим гостям, к культурологу Денису Ханову и политтехнологу Филиппу Раевскому. Когда я читала этот вопрос, у меня был единственный призыв. Друзья мои, соведущие, что делать? Как сделать так, чтобы вот такого отношения к языку было меньше? А то, что оно есть, давайте мы не будем скрывать, что оно есть. Мы можем на эту тему спорить, действительно ли уместен был такой вопрос. Но если он есть, я считаю, об этом надо говорить, а не замалчивать, не заметать проблему под коврик. Фрагмент передачи был распространен в соцсетях и сначала представлен так, как мнение самой ведущей, а затем как повод для агрессивных комментариев. Зачем журналист вообще зачитывала этот вопрос и почему не высказала свое твердое несогласие с ним? Травля, которая, я по-другому это вообще назвать не могу, происходит там в социальных сетях с подачи псевдопатриотов, так я это называю. И это все понеслось как перепосты в твиттере в основном. Там подключились наши активные дирусификаторы, которые, конечно же, обвинили меня в том, что я главный враг государства, о том, что я не имею права работать на латвийском радио. Речь идет о том, вообще, если говорить концептуально, о том, как люди у нас потребляют информацию, почему у нас люди так легко подвержены дезинформации. Агрессивные сообщения журналист получает и лично. Ольга Князева уже обратилась в службу госбезопасности и будет обращаться в другие инстанции. Планирует обращаться в правоохранительные органы и само латвийское радио. Юристы радио проводят оценку, так как, чтобы обратиться в полицию или суд, необходимо сформулировать юридические аргументы, чтобы понять, каковы самые эффективные и подходящие механизмы. Но да, радио приняло концептуальное решение, что в этом случае мы это сделаем. Какова цель таких нападок? У главного редактора латвийского радио есть своя версия. По-моему, цель этого всего – показать, что журналисты латвийского радио 4 настроены против государства, что они работают против интересов Латвии. И это все попадает под этот широкий нарратив, что русские редакции общественных СМИ нужно закрыть, потому что это антинационализм. То есть журналистов дискредитируют, чтобы другие послания выглядели более правдоподобными. И у этих посланий могут быть политические цели, или бизнес-цели, или другие цели. Вербальное насилие над журналистами в соцсетях, по словам главреда латвийского радио, может привести, а в некоторых случаях уже привело, к самоцензуре как у журналистов, так и у тех, кого приглашают на интервью. Дабы избежать травли в соцсетях, люди отказываются говорить на какие-то важные, но чувствительные для общества темы. С этим согласны и главный редактор латвийского телевидения Сигита Роке. «Эта ситуация, в принципе, очень странная. Ведь, получается, мы тогда можем порицать любых журналистов, которые работают с вопросами или комментариями, присланными аудиторией. Я очень надеюсь, что мои коллеги не затихнут и будут продолжать свою работу. Но это нелегко и непросто». В ассоциации журналистов отмечают, к сожалению, нападки на журналистов за то, что они просто выполняют свою работу, в последнее время – не редкость. Что с этим делать и как защитить журналистов? В ассоциации говорят – улучшать понимание правоохранительных органов о том, какую функцию журналисты выполняют в обществе. «В рабочей группе при Министерстве культуры сейчас идет активная работа над тем, как улучшить сотрудничество между журналистами и правоохранительными органами, чтобы было понятно, что вербальные нападки на журналистов влияют не только на этого конкретного журналиста, но и на отрасль, и на СМИ в целом, а значит и на демократию. Потому что независимые журналисты и СМИ – это инструмент демократии». При этом, как говорят в ассоциации, избавиться от агрессивных нападок полностью вряд ли удастся. Таковы, к сожалению, реалии соцсетей. Что еще со своей стороны могут сделать сами журналисты? Больше рассказывать обществу о том, почему так важно показывать разные мнения и стороны в чувствительных для людей темах. Продолжение следует...